Друзья, всем привет! Это TeamSpirit. Сегодня у нас первый игровой день. Портифурия. Это со мной наш тренер Сергей Халли. Вопрос будет первый. Наверное, как вообще прошла подготовка перед турниром? Потому что я общался с парнями, они говорили, что они в оптимальной своей форме, то есть чувствуют игру, в принципе, вы очень много готовились, очень много смотрели, ну и на прогах у вас получалось весьма неплохо. Да, в целом я оценивал форму перед турниром как оптимальную. Мы после того, как отобрались, выиграли игру с Nine, у нас было два выходных. Дальше девять дней тренировочных, полноценных. Мы играли без отдыха, работали над проблемными нашими местами, укрепляли маппул. В целом на таких турнирах решает не только твоя форма, потому что ты приезжаешь и три дня фактически допискаешься, то есть у тебя нет практики, это важно. Поэтому многое будет решать, как ты зайдешь в целом на сетку. Ну, в целом, по сопернику, если по фурии говорить, мы понимаем, как они играют, что они делают, готовы. Вот я с Леней вчера общался, он сказал, что немножко такой будет рандомный CS. Собственно, они неделю назад поменяли капитаны, в том плане, что Art теперь колят. Как мне кажется, Art это более агрессивные, какие-то интенсивные колы. И то, что я посмотрел, как они отыграли Лизу, они в Финляндии играли в турниры, да, там у них много прямых раундов, у них задача довести до клатч, а потом уже разыграл. При этом в целом старты там довольно прямые линии, для нас комфортируют. Мне просто интересно, как это сказалось на команде, уменьшение раундов. У тебя меньшее количество возможностей делать брак, то есть один раунд у тебя теперь намного ценнее, поэтому именно качество игры у тебя и фокус игры должен находиться. на максимально высоком уровне на протяжении 13 раундов. То есть раньше ты мог там серию отдать, при этом вернуться в игру, теперь пистолетка, первый бай, и ты можешь уже на слабую сторону выиграть, и потом догонять сложно. А как это сказалось на команде, вообще, плюс-минус? Все-таки нормально, у нас молоды и все. То есть все быстро привыкли? Ну, новое всегда что-то припомнили. Какой план на сегодня, вот перед матчем, что будет делать, потому что, я так понимаю, браки невозможно поиграть здесь? Браки поиграть нет, мы смотрели Дэмкифури, обсудим план на игру. Сделаем индивидуалку и потихонечку поедем на арену. Все, супер, тогда не буду мешать парням, они отправляются, готовятся к матчу и увидимся уже, скорее всего, перед матчем. Подвигаемся с проема на арену, наша первая часть, вторая полетит чуть позже, передо мной Борис, как ты сегодня себя чувствуешь, как тот день начался? Мой день начался хорошо, я поел рыбу на завтрак, я поиграл Thunder Strike, выпил против, и теперь можно поиграть в компьютерные игры. А как ты здесь обзоминаешься, когда у вас нет рака, ты хабы гадаешь, да какой-то? Одну карточку зайти, чтобы порохлить, а так, аимбот, потому что, когда с матчем здесь тяжело, я закажу и скляю в ботов и с кайфом. А обычно ты играешь с Дэмом? Обычно играю, наверное. У нас матч с Фурей, что можешь сказать про них? Как они будут разыгрывать, может быть, на твоей доллочке, может быть, ты что-то заметил для себя? Ну, это зависит от карты, что там они делать будут. Ага. А по-моему, я-то буду определить между собой. В ответ-то? Ну, мы пикаем нюк. Так. Удраги пикут оверпасс. Так. И все. Эти сайдер. Ладно, приехали на арену, сейчас мы ждем матч Астралисов, вот, и будем начинать свой. Джуни, 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 привет. Дженя Ункерс. Всем привет, ребят. Вот мы и собрались, жили в однокомнате с тобой с тобой. Да, а теперь живем вместе в Дубае. Ну, ты уверен в свою силу? Я, конечно. Без вариантов. Ну, я просто поментовлюсь тут. Ему? Малос и тебе. Они? Палку замазал? Кидать будешь? Тебя? Фурия кинешь? Фурия кинешь? Палку. Ждем матч, сейчас начались против Гритус Про. Сейчас выиграли первую карту Гритус Про. Леонид сказал, что остались 2-0 и сделают. Ну, Леонид ошибся, да? Так первую карту выиграли ВП, да? Да. Только они уже не делают 2-0 Астралисы. Но вторую тоже ВП заберут. А, мы ждем парней и будем начинать свой матч. Астралис выиграли вторую карту, поэтому куда мы идем? Мы идем хавать. Мы идем кушать. Здесь, что удобно, здесь прямо на арене есть хот-доги. Саша Бородевич приехал поддержать команду. Нужно подумать, как лучше ответить. Я не знаю, ни за кого не болею реально. Я приехал просто на хороший тур нет. Ого! Еще одна легенда. Как у тебя дела? Нормально. Давно с тобой не виделись, Ирюха. Все хорошо. Сегодня день отдыха. Готовится есть время к матчу. Так что... Ну вы играете второй? МИБР. МИБР. Но ты 2-0, да? В каталочку, в первое место из группы и поехали. Мы постараемся. Хлодоги. Как их оцениваешь, что все по 10 балльных здесь? 8 из 10. Что, не хватает? Что добавить надо? Огурцов в астрах. Я бы еще больше кетчупа ебанул. А, вот оно как. Чтоб за всю боль было. Ждем матч до сих пор наш. Сейчас перекусим и будем смотреть Астралис против Virtus Pro. Я гений, так чем? Просто лучший, самый красивый и самый талантливый мужчина на свете. У нас есть второй девять? Штайном Романколи. Штайном М換иль. Теперь пожил меня на руке иахи. С палом 2022? Да Опаботился. Чтобы изучить Сидий Нуль! а мы третьем нюк мираженшин да мы все на хотели мираженшин мне кажется мы на мираже сильного и вовсе прибыть прочь нас и пожалеют об этом жестоко это константин бренд лид самому человек в этой тусовке ребят на пик или дождемся конец карты и будем выдвигаться сцену готовить матч у нас будет раскидываться правда минут три-четыре но что поделать все примерно в одинаковых условиях вышла сцена с ребятами все матч вы поставили закончился наш стартует вот-вот подключаем девайсы настраиваемся немножко раскидываемся работать работать ты хорошо получается вот танец донг ничего не загон все взял ночью клавиатура голова голодом завода у меня воспаление хитрости сегодня как ты себя чувствуешь или форме то нет вчера ты мне жаловался как-то не получается не получше у меня сегодня вообще траур какой траур ну не придумывай мне борис затильтил реально хорошо все ребята почти готовы настроили компы разминаются играют дм и убивает ботов что они любят делать а юра любит играть ангардами а вот полюбит ставит заданий есть герои герои против практически такой же как у нас не расслабил все в этой игре они любители танец поднимать дверь и поднимать рамку в этой тесте нужно втором радио играть потому что у них любимая тема заходить в прагу борь ты на право радио если тот из первым риском походи понятно на когда выходим у чувака одна позиция у чео он на 8 всегда играет понятно они каждый раунд катают ниту если увидите что они катят ниткам во-первых вы понимаете что четыре смока в двери не будет мы спокойно выйдем с учетом того то что чего на 8 это халявный фраг и второй вариант то что если мы идем вниз он спускается с винта и он не успевает проходить в зиму может в короткий фил закрытую стать когда короткие проходите а чеки перед дверью понятно пистолет неважно то не могут кинуть нави перекинуть нави толпой пройти вниз если внизу мы отдаем смог и видим на карте полная тишина вы должны понимать что толпа внизу дай холминская пистолет форма но она в полу бас омагогог ой но это будет проблема вибрации что дизайн рафрад что подбора прожатый раппорт корнин пик и Я был зацеплен на плах, поэтому это очень хорошо, как и на спирит. Чоппер будет снятия его с фраг. Арттос в Аплей. Это будет keeping эти ребята в Хэбн, очень великое. И там много. Все в плане сидят в Хэбн и они находятся в Хэбн. И они будут в плах, и они в плаху. Плаху, что плаху, работает прекрасно. Доволь из Чоппер, два из Донк. И они просто влажны от Хэбн. Зонтикс, он праздник, чтобы прибыли в Сайт. И он, это флажный. Это единый кул. Большой дубль, потому что вы можете видеть его спрятать квад-4 от Зонтикс. Они просто перестанутся для него. Этот человек слит через бомб-сайт, как будто он укрепляет 3-ую бассейну. Это тотальный лок-пай от CT-сайда, флаллесная дефенция от Спирита, от того, как в сторону, от каждой из этих молодых бомб-сайдов. Какая мастер-класса. Я сказал, ты будешь чувствовать себя сегодня в разы лучше. Команда, я благодарен команде. У меня примерно 21 ADR всю карту был. Серьезно? Да, короче, смотри, до него выдаёт 99 дэмэджа, я убиваю его. До него выдаёт второму 99 дэмэджа, я его убиваю. У меня есть ещё, типа, первые дуэли опять вёбаны все, но я даю минус 92, мы убираем, и всех добиваю дуэджа. И ещё у меня 21 урон просто за всю игру. Ну, если что, вы чтобы вы знали, я первый PSX сыграл тем, что у меня левый микрофон, ой, левый, короче, наушники наоборот, и я в итоге, типа, стреляют по девятке, а у меня звук слева яду. Я поворачиваю на лево, а мячу и справа ебашь. И я умер. Ну, смотрите, там есть двое пистолет. Первый пистолет, а там летит молек в окно, они сплита делают. Второй пистолет с тремя наборами, они в левую базу. Сплита сколько? Три митр. Три митр, они забегали конда, молек в окно прилетал. Я думаю, что это будет Б-база, потому что два раза два базу не вводят. У нас идеально против этого смолик. У нас смолик на Б, и мы с миду втроем. Давай, давай, давай. Смотрите, бой и пыгрен. Смог окно, смог парик кидает, что с двух сторон в анвей. Помнишь, Артем, тебе сразу на старт надо смог разбивать. Если смока КТ нет, они страйфуют втроем мит. Понятно? Если у них забираешь мид, они любят делать Б-контакт либо перим. Все разыгровки, если у нас нет мида, это ползание через перим, если не Б-контакт. Понятно? Если у вас инфа, то что чуваки пушат мид, они это делают на двоих. Да, у них есть со старту 5А. Двое идут в яму, двое идут в мид, пушат, и один где-то в катариспе там флешки кидает. Может быть 5А. То есть, если какие-то контакты выигрывать, не надо быстро принимать решения, потому что это такие гэмблеры. В медленной игре мы их перебашим. В медленной игре 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 раз но он церкви нравится артистов и все так не надо пить уничтожить красавку так рассказывает делись интересно то все хуя на это не волновался не чувствовал игру максимально я чувствовал 21 наверно первой карте вот но на второй карте в принципе ничего особенно просто с вами рожек сыграли жуляли потирал у меня в минус гору уверены были до него по себе то на солидим и зале как они играют на мираже в принципе ничего такого не а что не на коллекте пошло в первой половине то не знаю главное что они на связи за сноуббольный этим на закат и катились в грунт камбэк 0 в принципе все нормально было за тест не скажешь это что-то не так было просто просто не получалось все сразу было вообще крики вот у нас до него перекричал такой супер эмоциональный парень один из самых эмоциональных в этой команде поэтому это круто вроде маленький я вроде вроде громкий друзья вы вернулись на виллу матч наш закончился против курии 20 следующий матч против виртус про завтра утром какой у нас план на сегодняшний день оставшись а что будем делать может уже весьма поздно на 20 я посмотрю демки прошедшего матча сыграют дем спинзон 142 ну приятный план так а демки в п будьте уже рассмотреть перед матчем как-то разбирать утром то есть вы успеете да как высыпать все все супер да ты высыпаешься отлично ну все это пускай парни тренироваться выйдем завтра 25 у нас матч до зато друзья друзья привет мы уже на арене у нас судя матч против виртус про утренний ранний это со мной быть и здоровым а аналитик надо и просто за хорошо как тебе наше выступление вчерашнее что думаешь про сегодняшнее начало что я заметил у всех денька да 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 стараться достарался сегодня те ребятки тоже них неплохие закон еще не более пилиш как говорится кем-то за кого-то душой за кого-то бабками парни настраивает компы сегодня ранее утром матч. Таня думал, ты всегда готов уничтожать, правильно? Да. Настраиваешься на игру? Ну да. А я подошел, тебе мешают, да? Нет, я тебя никогда не мешаю. Как началось твое утро, Юня? Встал в час 30, сходил, побегал, покушал и пошел готовиться. Как пошла подготовка? Все супер? Все увидел? Все, что нужно? Я в монитор так смотрел. Парни на полном фокусе. Игра очень важная, на самом деле. Мы выиграли, мы выходим из группы с первого места, а это всегда приятно. Дайграл за раунд, вышел, сейчас подождите, я разыграю все. Владислав, ладошку подайте. Менеджер, всем все раздает, все принес. А? Кофе, что, стряпся сможем? Нет. Да, на-на-на. Блин, надо. Ну, ты же кофе еще приедет. Я не пью кофе. Твой любимый мятный. Что? Владислав, я, наверное, после порыву пей. Да можешь сейчас. Она еще не скоро может приехать. На сяру брызни. Ты заболел? Да, он здоровее всех, это так. На всякий случай. День супер. Проснулись, улыбнулись. Мы бодры, веселы. С кем турки? С кем турки. На секрету. В плане, с тобой, конечно. Из игроков. Позже всех пришел, проспал. Из игроков? У меня идеально, у меня лучшие игроки на планете. Да. То есть нет такого, что там какой-то парень такой принят, хочу, то хочу, это. У нас такого в команде нет. У нас... Нет, конечно, кто что-то хочет. Такой, да, конечно. Темочка вот хочет, Темочка, да, конечно, зайка моя. Сейчас я буду. Стреляй, стреляй. Третий вертига. Нет, вертига, вертига, да. Первый энш. А высокая игра? На сцену через три минуты. Вы не отдали вертига, да? Мы не на сцену. Ждали, ждали. Ждали? Да. Все по плану у нас. Все идет по плану. Ну... Как тебе мапик? Нормально. Все нравится? Нет. Не по чему бы убрал, давай договоримся. Минус вертига, пресс-мираж. Все. Как ВП? Да. Так, значит, смотрите. Начинаем оншить в атаке. Они бывают с респасом кидают ворота, бывает и в тайминге. В основном это делается на 3Б, но при этом они не всегда заходят спидвей. Они вообще почти не заходят. Они практически туда не заходят. Они любят играть 4 спидвей с двумя смоками заходить. Могут фаст-тешку пробегать. Есть БНЕ. Гамбита раза три делали подряд. Вообще он любит любого повторять. Дефолт, чувак, любитель кидать молит по 9. А второе в зелень всегда могут лететь. Мы еще находимся в оптимальной своей форме. В целом есть уверенность того, что мы можем заходить с позиции силы игрок. Пэш дали на 6. Гладуги. Пэш дали на 6. Гладуги. Малик за собой. Нет, я тупую. Убил Нейка. Еще парни, еще Норберт. Тупая вся хуйня. Ищите его. Банавик забрал банану. Локопэштейн. Банану не вижу. Хорошо. Банану не вижу. До конца дефузь. До конца дефузь. У меня дым есть. Дым дай на бомбу. Играл дым. И банан сделан очко. Надо дефить Мирику. Надо дефить Мирику. АВИ КТ. Спитвей АВИ. Спитвей АВИ. Спитвей АВИ. Спитвей АВИ. Справа жду парня. Я забрал Захара. Правым пикаю парня. Захара умер. Умир. Дексон. Умни за данный. Прыгает пончики. Слева прыгает. Ты можешь убить его артема. Я хайел АПЕК садаю. Смотри короче, у чела у меня сейчас. КТ. АПЕК. АПЕК. Белл килл за клоуз. Вторая шанс, шарм. Вертиспро, встал с клоузом. Нормально, нормально. Бодрее. Смотрите, короче, по овербасу. Вы все знаете, как они играют. Один в один, просто это копия. Смотрите, пистолеткой будем делать джеттифолт. По 100% будет чувак на фанере. Отъебашите его, подмоли. Раунды все помнят, да? Ну все, что у нас практически есть, то есть. Да, много в бэбасу играют. Стоять, бот. Зиг, флешки держу вам, они соберут не башутся, парни. Длинная труба. Разбитый. Еще один упор. Я забрал Зиг. Разбитый, хп50. Дим будет? Нет, пока нет, дал флеш. Монстр лоу, лоу, лоу. Я Зиг убью. Да, убил, убил, убил. Еще один, еще один дали. Еще один дали у меня. И Зиг упор. Подавай еще камер. Зиг говорю, Зиг не пикать. Окей. Монстр упор. Монстр играет? Убил его, Зиг класс, только что. Монстр, 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 я сейвлю. Мы с вами пришли. Я на флешках у пуска. Я на флешках у пуска. Банан, блин, это А. ЛХЕ плюс. Мерс дай! Ой, мана! Дай 4, 5 куб, манан. Все нормально. Банан, осторожно парни. Банан, осторожней парни. Банан, осторожней. Панк убил. Парни, гоу, калоши сейвить. У них хуйня по бабам. Это чел в монстре, боже. Да, этот будет сейвить. Кохлый. Давай, не подвалом. Дал левый раз. Правый дал. Задил, задил. Флеш. Нету. Задил ты убил, вода. Банан сзиг дал. Туалета нет? Парни, провал. Тачку убил одного. Я не дал 9, не дал 9 парни. Нам будет перекинуть. Я дам, я дам. Панера убил. Вода, вода, вода. Даю молли-клогу. За хуём вроде. Переиграть, переиграть. За хуём убил. Дамя, дай, головной лаз. Молли-клогу. Я выбежал, пупо убил его. Еще хуйня, еще хуйня. Парни! Парни взять. Парни взять страх. Я тут дал пулю, блядь. Зоская, блядь. Зоская, блядь. Открываю. Еди, еди, еди. Еди, еди. Я банк. Я банк. Убежал, убежал, убежал. Убежал, убежал, убежал. Мы вернулись на виллу после матча с Virtus.pro. К сожалению, мы его проиграли. Это со мной, Сережа, тренер команды. Наверное, давай пройдемся по всем картам. Первая карта – Эншет. У вас 100% винрейт. В принципе, вы максимально в ней уверены. При том, что, как я знаю, молодые не играли в Академке вообще эту карту. Вот. Но у вас, так сказать, неплохие показатели были на этой карте. Вы ввели 1.7, если я не ошибаюсь. 1.7. Да. И что-то пошло не так. Может, расскажешь вкратце. Да. Ну, во-первых, мы понимали, что будет пикать Virtus.pro. Это Overpass. Мы к нему готовились. И я решил Veto банить первым. При этом мы выиграли монетку, чтобы начать Эншет и, вероятно, первую карту выиграть. Потому что мы в ней уверены. У нас хороший винстрик. В целом, по тренировкам, по микре, по макрам мы чувствовали, что нам будет комфортно играть. При этом мы хорошо сыграли первую сторону. Мы отдали пистолет, отдали эко. Набрали пять раундов. Ввели 1.7. И дальше в микроситуации, которые мы против такого соперника, как Virtus.pro, опытных классных ребят, да, мы должны доигрывать и не доставлять себе такие вещи. Ну, допустим, там раунд три в три был, когда фейм выходит на А, выигрывает дуэль. И такие ребята, именно конкретно вот эти ребята, вероятно, будут разыгрывать через то, что они не будут стягивать через всю карту. Это нужно понимать и выигрывать такие раундбольфы. Ну, дальше были овертаймы. Интересная ситуация произошла, что в овертайме остается дополнительная пауза. Да, да. При этом я пытаюсь поставить паузу, а мне говорят, она не работает. И я спрашиваю админов, почему. Ну, они мне после первой карты говорят, что у нас были какие-то проблемы, на второй карте мы это решили. Ну, здорово. При этом вы достаточно, я так понимаю, хорошо подготовились, потому что я видел то, что вы даже угадали пистики. Вы столкнули точку. Ну, да, это было пряно. Да, именно. Да, пистики всегда станообразная штука. Вам просто не хватило, кстати, опыта морская, да? Ну, я думаю, все, да. У нас если посмотреть, то молодая команда у ребят это помимо Дунафача 2-й Лан. У такого масштаба первый. Как раз это тот опыт, который в дальнейшем нам будет позволять доводить такие матчи до победы. А что случилось с оверпасом? Притом там были вылеты вот эти вот, повлияния на вас нет вообще? Нет, вылеты, два вылета было. Один мы, причем на одном вылете мы были 5-4. Да, да. Но по итогу мы травм сделали такой же и выиграли. Мы много работали над оверпасом и понимали, что в нашей группе, вероятно, все три команды будут против нас его пикать. И в целом я видел, сколько мы уделяли этой карте внимания. И как казалось, что мы уверены в этой карте. Мы себя уже по-другому чувствуем. Мы поменяли достаточно много вещей, которые наигрывали последние 9 дней до турнира. Мы проиграли пистолетку, проиграли первый бай. У нас три раунда. Мы начали 4-5, сыграли 6-6. Пистолетка за атаку. Мы выходим в пустой B. Два человека зиг. Мы не давим. Нужно выиграть такие раунды. Дальше есть ситуация, которую сложно объяснять. Ты вроде тренирует гранаты. Простые моменты. У нас три раза смог в девятку не летит. У нас не летит смог в хлопу. И за эти ошибки тебя просто не прощает. Ты не можешь так выглядеть. Какой дальше, Павел? Мы играем либо против Фурии, либо против Фурии, как я знаю. Причко хотелось бы сыграть себе лично. Мне в целом без разницы. Наверное, даже с Астралией поинтереснее будет. Потому что с Фурии можно играть. И у нас получается так, что в Фурии на протяжении полутора лет мы часто пересекаемся на каких-то турнирах. Тулант такой то, что обсудим сейчас моменты после игры с ВП. Разберемся с ними. И будем готовиться к сопернику. Все супер. Тогда увидим завтра, друзья. У нас матч будет вечером. Соперник еще не известен. Поэтому до завтра. Пока-пока.